Продолжение следует... Продолжение следует... На тот момент, подростка, 14 лет, свобода отразилась в употреблении травки. Это страшный наркотик, и привыкание вызывает, зависимость вызывает страшную. И ты ездишь на какие-то плантации, собираешь, или покупаешь, тратишь деньги, или ты это все сам хранишь, или даже сажаешь где-то для того, чтобы самому это все употреблять. Разве это независимость? Это зависимость. Пришла депрессия. Такая депрессия, что просто я прятался дома, я там не подходил к телефону, к дверям. Я не мог понять, как с этим бороться. Я пытался сам выкарабкаться. Ну, я подумал, допустим, а как бросить, как завязать. Если конопля вызывает депрессию, может быть, алкоголил. И я подумал, как бы и начал выпивать. Трудно себе представить, какие трагедии разыгрываются порой рядом с нами. Целая жизнь пропадает не за грош. Были даже ситуации, что я снимал с себя свитер, менял там на пару бутылок водки и продолжал выпивать. Ну, не мог я остановиться там, допустим, на какой-то одной там мере. В общем, нужно было полностью отключиться. И если я раньше, допустим, у меня чередовалась, допустим, там конопля, потом водка, я не мешал, как бы, потом уже получилось, что я начал все это мешать. Я много раз, допустим, внутривенно применял разные наркотические там вещества, я их смешивала. Я на ломке шел и увидел, как человек вышел из автомобиля. Я подошел к автомобилю, там торчали ключи. В общем, ну, и я на тот момент сел и поехал. Около двух дней я ездил на этой машине, в общем, продавал то колесо, запаску на героин поменял, то аккумулятор поменял. Несколько месяцев потом отсидел до суда, условно дали мне. И около где-то месяца я не употреблял наркотики, но потом, в общем, опять все это пошло. Я хранил его для собственного употребления, так как я болею. 12 лет это все происходило, ничего не помогало. Все это время, ну, мама, она пыталась меня вытащить там разговорами, беседами в разных, там, в клинике определяла, там, в психушке. В общем, она боролась за меня. Я не боролся, потому что, ну, меня на тот момент устраивала эта жизнь. И она вышла и дала мне на дозу, тогда на тот момент 150 рублей. Я говорю, что это такое? Да она говорит, ну что, я, говорит, устал обороться. У меня руки опустились, в общем, вот на тебе деньги. Может быть, она думала, что меня это остановит. Ну, я на тот момент очень удивился, потому что это единственный человек, который за меня боролся, который пытался меня вытащить. И я увидел, что если и он сломался, то что-то со мной совершенно не то. Я не остановился, я взял это деньги. На следующий день я опять пришел. И у нее взял. Сам. И опять их проколол. Но вот третий день я сказал, давай что-то делать, давай что-то думай, давай искать реабилитационный центр. Я не знаю, что произошло, какое-то ощущение или еще что-то. Ко мне пришел на Упаша Николай. На тот момент я почему-то ему поверил. Предложил пойти в реабилитационный центр. Мы тогда открыли его в станице Темнолеска из Ставропольского края. Несколько месяцев я прошел реабилитацию, потом возглавил его. И через три года мы приехали в город Ростов-на-Дону. Здесь находится у нас консультационный пункт. И также здесь проживает место для проживания. Владыка нас принял. Мы рассказали о себе, о работе, о деятельности. И он нас благословил. Вот с того времени и до сих пор духовник нашей организации, Протерея Анасяк. При Свято-Тройском храме мы открыли консультационный пункт. Потом открыли мужской центр. И через несколько месяцев открыли женский центр. Здесь спальная комната. Мы называем келья, в котором живут девушки. Это некий такой оазис, где человек может обрести свободу, Может обрести новую жизнь, может обрести новых друзей, Новую работу. Бывают такие люди приезжают, девушки в женский центр приезжают, А они мужеподобные, им она там ругаются, сплевывают, В общем, на рэ разговаривают, на каких-то агрессиях. А происходит там месяц, два, три проходят, это совершенно другие люди. А как можно, допустим, по-человечески изменить человека, Или сказать какое-то слово, чтобы человек задумался и стал действовать и делать по-другому. Есть Божья благодать, она сходит и она помогает. Церковь и Бог. Всю работу производят именно они. Мы, наверное, их самые главные помощники. Мне помогло именно то, что я начал изучать священное писание, Новый Завет, Ветхий Завет. Я все это начал читать и сопоставлять со своей жизнью. И для меня как будто открылся новый мир. У наркомана есть такая мечта несбыточная. Он как бросает? Завтра брошу. Сегодня вот последний раз, а завтра брошу. На Новый Год брошу, на День Рождения брошу. Вот сегодня это, а вот на Новый Год. Ну это невозможно. Вот надо сегодня бросить, оставить это все. И мы уже помогаем, подсказываем. Коллектив реабилитационного центра – это психологи, это психиатры, это консультанты, профессионалы, которые уже несколько лет, допустим, с нами работают, находятся. Был жестокий отбор, потому что не все выдержали. Здесь уже есть команда волонтеров. Это люди, которые долгое время уже прошли реабилитацию. Люди разные есть. Есть люди, которые руками могут трудиться, работать. А есть люди, которые головой трудятся, работают. И в процессе реабилитации это все видно, потому что ты с ними находишься, общаешься. Проходят планерки, те докладывают обстановку. И мы ставим разных людей на разные уже посты. И смысл в том, что через ответственность – это тоже процесс реабилитации. И они учатся ответственности, они учатся лидерству. И тоже многие выкарабкиваются из той проблемы, в которой они находятся. И когда они видят и смотрят, что на них смотрят другие люди, и их уважают, и они в авторитете, и уже, допустим, это состояние редко кто хочет бросить, оставить и скатиться обратно в состояние реабилитанта. Каждый человек, он ответственный за какое-то послушание, чтобы вырабатывать ответственность. Человека нужно изменить. Человек должен получить практический навык трезвой жизни. Это же не просто так. Многие вообще забывают, как вилку держать, как ложку держать, как разговаривать, как просто общаться в коллективе забывают. Радость, доверие, сопереживание, доверие. Если человек приходит, и у него есть желание, то его нужно успокоить прежде всего, утешить. Улыбнуться, напоить чаем, накормить, побеседовать, пообщаться. Мы стараемся, чтобы человек не оставался сам на сам, это самое главное. Потому что он начинает в себе крутить эти мысли, и эти мысли потом перерастают в действие, начинает собирать вещи и, в общем, пытаться выходить из реабилитационного центра. Внутренняя пустота. А эмоции-то девать куда-то надо. Ну и, соответственно, он идет, обращается к веществам уже. А если с ним люди беседуют, общаются, разговаривают первые недели, а две, ну, непосредственно находятся люди. Ему дается наставник, человек, который вот находится рядом, который за него отвечает. Есть люди, с которыми месяц вот наставник, и были люди два месяца вот с ним ходят, и в туалеты, в душ, и вот покушать, везде вот он с ними. Ну, потому что человек нестабильный. Он неизвестно, что он сделает в какой-то момент. Здесь консультантская. Здесь у нас индивидуальные проходят беседы с психологом. В целом, по его словам, он полностью осознает, что он натворил. И, несмотря на это, оказывается во власти наркотиков. На консультацию приезжают 11-летний парень. Ну, мальчик, даже не парень, а мальчик. Родители привезли. У него уже 4 реанимации после употребления каких-то там всяких веществ. И ему пытались объяснить, а он плачет и рыдает, вы мне не верите, я не наркоман, я нормально, у меня все нормально. Я говорю, ну, подожди, ну, у тебя вот просто справка от медиков, что у тебя была передозировка, ну, с активными веществами. А ты мне вот пытаешься рассказать. Я готов тебе верить, слушать. Ну, просто вот, что со справкой сделать? Это же все-таки документ, документ. Вот это вот страшно, что 11-летний ребенок ведет себя, как уголовник со стажем, там, 20-30 лет, который знает, как, ну, идти в отказ, в отрицалово, так называемое. Вот тут уже страшно. Были там и 13-14 лет на консультацию. Ну, мы стараемся таких людей, ну, детей не брать, потому что, ну, по закону Российской Федерации мы не имеем права этим заниматься. Ну, говорят, что жалость не от Бога. Нельзя жалеть, говорят. Ну, я очень часто жалею и сострадаю. Бывают таких историй наслушаешься, что очень страшно. Самому плакать хочется. Особенно жалко вот девчата, потому что некоторые девчата, ну, просто их подсадили. Они нецеленаправленно к этому шли. Вот просто там или любовь, или молодой человек на этом фоне. Некоторым и подсыпали. Бизнес, это конкретный бизнес. Если, допустим, один препарат в том году стоил 200-300 рублей, то сейчас он стоит тысячу. Есть ряд наркотиков, которые называются аптек. Дети и подростки думают, что раз продают в аптеке, то там ничего плохого, страшного продать не могут. Что это лекарства, препараты, которые, ну, можно употреблять, и ничего с тобой страшного не будет. Вот первое, в чем опасность. Что это доступно. Нас ненавидят, нас уничтожают. Если раньше там войны были, ну, сейчас такие войны. Идет сюда страшная вещь. Идет с Китая, допустим, вся эта синтетика. Это оружие массового поражения. Есть такие наркотики, которые вызывают галлюцинации. Есть такие наркотики, которые вызывают там сексуальное желание. И сколько сейчас ситуаций, когда парень с парнем, которые никогда не были там геями, там, или еще что-то, они после употребления наркотиков, они начинают это все делать друг с другом, потому что, ну, в голове происходит такой вот взрыв. В черный изоленте? В черном мифедроме. В пакетиках? Тоже мифедром. Другие вызывают там попытки суицида. Люди выбрасываются, там, отрезают себе, прошу прощения, половые органы там, протыкают себе там глаза, там, живот, ну, делают с собой, ну, просто до смерти доходят. Или инвалидами становятся. Или там родных, близких убивают, а себя отрезал половый орган и стоит, потом с ним не понимают, что у него там в голове происходит. Ну, сумасшествие полное. До нас здесь была размещена реклама наркотиков, и поэтому мы вот всеми силами вышли, пришли, и эту рекламу наркотиков мы пытаемся уничтожать. Чем больше людей узнают, тем больше у нас будет подвижников, помощников. Здесь не просто реклама наркотиков, а здесь предлагается работа. Я бывало делал специально и подумал, что мифу, и это останавливало. Люди, которые зарабатывают деньги, они тоже же недорогие. Если они видят, что есть общественный резонанс, ну, надо присесть, пусть время пройдет, утихнет этот резонанс. Вот наша задача, чтобы общественный резонанс был каждый день. Нужно показывать правду об употреблении наркотиков в учебных заведениях. Нужно молодежь пугать прежде всего, а потом уже объяснять. Мы приходили и брали, допустим, с собой психологи были, и были люди, которые в прошлом употребляли, которые находятся в ремиссии. И были ситуации, что нам отдавали пакеты сынашевой после нашей беседы и общения школьники. Мы строим большой реабилитационный центр. Здесь примерно на 100 человек. Вот здесь будет кухня. Как будто на войне побывал, когда находишься там, то слева, то справа, люди умирают, гибнут. Какая жизнь у наркомана, это или краткая остановка, это тюрьма, больница, наркология, психушка, смерть, могила, все. Единица, кто бросил, завязал. С кем мы начинали, там у нас 7 человек было, 5 человек погибло. Центр, который мы строим уже более 6 лет, но там уже до 100 человек разместить. Многое бы изменилось. Построили бы крепость, никто бы нас там не захватил бы. Нужны просто финансовые средства. Строительство ведется за счет спонсорских денег. На данный момент есть один спонсор, который нас не бросает. Всякие непредвиданные трудности на данный момент возникли. Обещают в следующем году закончить. Но дай бог, чтобы опять ничего не случилось в нашей многострадальной стране. Мечта – это достроить этот реабилитационный центр. Запустить его, чтобы люди могли проходить реабилитацию. Чтобы дочка моя никогда туда не попала, это тоже мечта. А я никогда не думал, что у меня будет жена, дочка. Я уже шел конкретно именно на уничтожение самого себя. И организацию мы когда-то называли «Ростов без наркотиков». Наша мечта была, чтобы в городе Ростове-на-Дону не было наркотиков. Вот тоже мечта, чтобы не было наркотиков. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok